Позвольте себе перейти к Януковичу, а точнее не к Януковичу, а к Украине. Монафорт у нас, понятно, связан с Украиной. Это такой мягкий, надеюсь, у меня сейчас получится, мягкий переход на другую тему. Я с вами согласен. Дело в том, извините, пожалуйста, сегодня среди горячих вопросов Монафорт далеко не первый и далеко мало кого волнущий, честно вам сказать. Сегодня украинская проблема одна из самых главных. Вот ваш президент, Борис, украинская проблема. Позвольте мне вам задать вопрос. Смотрите, вы говорите, что от Януковича Монафорт получил 30 миллионов долларов, он скрыл там свои какие-то средства, обогатился на этом и так далее, и так далее. Это то, что не прощают. Одновременно в Украине сейчас ситуация далеко не стабильная. Кризис, который разразился в воскресенье, грозил широкомасштабной открытой войной. Впервые открытое столкновение России и Украины. Никаких зеленых вежливых людей, никаких добровольцев в Донбассе и так далее. Дональд Трамп сегодня говорит очень мягкие какие-то слова. Никакого жесткого осуждения, никакой агрессивной реакции со стороны Соединенных Штатов, никаких угроз. Вы как считаете, эта позиция президента Соединенных Штатов, лидера свободного мира, она приемлема? Ну, во-первых, не забывайте, кто такой Трамп. Трамп – это уникальнейшая личность сегодня на политическом олимпе Америки. Он мягко стелит, жестко схватит. Поэтому давайте посмотрим, что он будет делать, а не говорить. А делать он будет довольно серьезно. Он сегодня находится под колоссальнейшим прессом и республиканцев, и демократов в связи с Украиной. Вы знаете, я бы никому не пожелал тех испытаний, которые выпали на долю Трампа, бедного Трампа. Давайте расскажем, что за испытания выпали на долю бедного Трампа. Вы, видимо, что-то знаете, Борис, у меня такое ощущение. Ну, во-первых, слушайте, у него своя стратегия ведения специальной политики по отношению к России, сегодняшней путинской России. Это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса, это я когда уже обобщаю, это проблема с семью-десятью тысячами нелегалов, которые пытаются прорваться через границу с Мексикой. Вот эти две проблемы, которые не падали на плечи ни одного из 45 предыдущих претендентов в Америке, ему надо решать. Более того, многие, даже сами американцы, американцы, я подчеркиваю, будучи гражданами Америки, политики, потирают руки, предвкушая, что Трамп где-то и проколется. И он может быть вышвырнул из Белого дома, к сожалению. И таковы есть, к сожалению... Так что он будет делать, Борис, у нас заканчивается время, я еще хочу Александра об этом же спросить. Если коротко, что он будет делать с украинской проблемой, по вашим данным? В Украине, конечно же, он должен дать понять Путину, я бы так это сделал, что красную черту он не имеет права переходить, Америка в стороне не останется. Это первое. Очень многое ожидается от встречи в Аргентине. В Аргентине он что-то должен подготовить для Путина. Это очень важно. И это будет сделано в калуарах, не на публике, мне так кажется. Хорошо. Александр, как вы считаете, вот если действительно Трамп хоть что-то будет предпринимать в отношении украинской проблематики в Аргентине на саммите Большой двадцатки, это будет связано с санкциями, с ужесточением каких-то ограничительных мер или что-то еще? По нормальному это должно быть все вместе. Вы понимаете, должен быть дан совершенно четкий сигнал России, что это неприемлемо дальнейшее вот такое поведение. Азовское море не принадлежит России целиком. Туда выходит и украинская территория, и русская территория, плюс туда выходит Крым, который никем в мире русским не признан. Поэтому русские не имеют права брать и перекрывать проливы просто тогда, когда они хотят, и устраивают вот такие вот вещи, что они атакуют катера, захватывают людей, восемь человек ранено, двое тяжело и так далее. Это неприемлемая ситуация в мире. И поэтому, я так понимаю так, что вот наше молчание нашего президента или вот эта совершенно невнятная реакция, она сама по себе очень красноречива. Ники Хейли очень хорошо сказала в ООН, но она уходит. И ООН, мы же понимаем, имеет достаточно малое значение в разрешении этого конфликта. Президент должен выступить очень силовым образом и на словах, и в деле. А каждый раз, когда мы говорим о каких-то санкциях, о каких-то вещах против России, у нас растягивается, он шлет какие-то гневные твиты в ответ. Потом, когда принимается закон, он потом присылает письмо обратно, что его нарушили, его прерогативы, что Конгресс не имеет права это делать и так далее. Но сколько можно? Можно я добавлю? Очень коротко. Да, дело в том, что сейчас группа наших сенаторов, конгресс-республиканцев, послали специальную депешу, президенту передали, что ему пора начинать принимать санкции, персонально направленные на лично Путина. И это, скорее всего, может быть, что-то из него, может быть, будет предпринято в ближайшие дни, и мы будем свидетельны. Что за депешу? Подождите, это какой-то сейчас эксклюзив у нас случился. Да. Ну, речь идет о том, чтобы начинать предъявлять санкции к счетам лично Путина. Известно, на кого они записаны, кто их опекает и так далее. То есть сейчас петля вокруг шеи Путина, она сужается. Я просто хочу добавить, Адонич, где-то при Обаме этим занимался некий Шубин в Министерстве финансов. После того, как ушел Обама, вот эта практика прекратилась, к сожалению. То есть Путина финансов перестала расследовать или не так активно расследуют деньги и счета. Если это будет возобновлено, это очень хорошо. Что ж, посмотрим, будем внимательно следить. К сожалению, время вышло. Благодарю вас за участие в беседе. Александр Флинт, Борис Пинкус. Увидимся еще в эфире RTVI.